I have ways of blowing things up. Не то чтобы нам что-то новое, сегодня предлагаю, в любом случае игру мы прошли, будем считать, что это наше с вами медитативное время для того, чтобы обговорить то, что случилось за неделю. Ну так что, что у кого случилось за неделю, рассказывайте, интересно. Так, вот так вот мы будем пока что делать, будем избегать, сколько у нас, кстати, два тоннельчика, два локомотивчика, ну, такой, можем потом закольцевать. Вот, у нас готовятся некоторые интересные вещи для канала, пока что не буду называть никаких дат, потому что, к сожалению, имеет такая тенденция, что когда ты что-то планируешь, то оно потом затягивается, откладывается, ты хочешь быстрее, получается наоборот хуже и медленнее. Ну, короче, просто чтобы вы знали, что что-то грядет, но это будет, это будет, это будет даже не как Дэдпул 4, который рекламирует 4 года и потом, наконец-то, он должен пойти и выйти, но его еще никто в глаза не видел. Кто, кстати, смотрел Дэдпула 1, 2, до этого, кто является поклонником, мне просто интересно. Я не буду ругаться, не надо, мне самому нравится, это был вопрос без подвоха, это не то, что, типа, кому нравится, все, я вам сейчас на комментарии буду дизоставить. Нет, это так не работает. Просто напишите, знаете, просто подойди, мне надо с тобой поговорить. Давайте, черт с ним, я потрачу еще один тоннельчик за кольцо и пущу сейчас, наверное, еще один локомотив в обратку. Иди сюда. Вот так вот сделаем. Недавно услышал, какое изречение интересное. Ну, как бы, открылось заведение, которое называется «Сын маминой подруги». Там продают фастфуд. И, наверное, подозревалось, что сын маминой подруги должен быть во всем лучше. Ну, ведь так там говорится, типа. А по факту получается, что сын маминой подруги во всем лучше только на словах маминой подруги. Так что... Так, вот у нас... Ох ты ж, ё... А можно без? Ладно, нельзя, видимо. Офигеть, у нас оранжевая ветка обслуживает две станции. Чек-канут-ца! Тут поверху можно будет сделать еще одну веточку. Если вдруг у нас появится такая нужда, у нас есть как раз одна лишняя веточка и один лишний локомотивчик, чтобы это организовать. Если вдруг нужно будет подстрогу ходить в верхнюю часть, которая сейчас настолько беззащитна. Если я попробую сделать вот так, это же мне в туннель обойдется, да? Иди сюда, подключайся. Пятница. Оранжевенького притянем сюда потихоньку. Может, мне вагончики начнете давать? Я был бы не против, прикиньте. Мне вагончики было бы классно. Я был бы рад. Наверное, нахрен вот эту станцию. А мы сейчас сделаем вот так, вот так, вот так. И вот так. Во. Прямо во. Идеально. Блин, ну это может придется треугольных вести хрен знает куда. Да давай мы это тоже прихватим, чтобы отсюда можно было треугольник забирать. Так, локомотив. Ааа. Спасибо. Давай еще один. Я вагоны хочу, говорю. Можно? Вагоны можно, говорю? Можно, говорю? Хочу вагон. Надо. Пожалуйста. Но круглая вон там станция наверху на самом деле не особо проблематична, потому что там рядом и квадратные, и треугольные. Оттуда развести можно все что угодно куда угодно, так что это не должно быть проблемой. Ну вот это круглая мне уже не нравится. Жадная круглая станция. Туннельчик у меня хочет. Я не хочу отдавать ей туннельчик, но она у меня его забирает. Ну хорошо, давайте туда локомотив поставлю, синий, еще один, и у нас не будет никаких проблем. Правильно, правильно, правильно. Так, давайте делаем ставки. Сколько у нас получится? Ну блин, это же даже не челлендж, то есть это обычный делик, но это же даже не челлендж. Тут нет никаких ограничений, ничего. Мы сейчас просто сидим, мирно играем, откисаем. Хорошо. Обратный путь и будет захватывать. Хорошо. Вот эту круглую еще прихватить с собой. Знаешь что, желтый, возьми-ка еще вот этот треугольник, потому что мы треугольную станцию внизу потеряли, давай хотя бы вверху она у нас будет. Да, мне кажется, это правильное решение. Сейчас посмотрим. Сколько у нас? Пять тоннелей. Мы могли бы на самом деле... Ну ладно. О, вагончик хочу. Ладно, короче, если эта проблема появится, то я ее потом попробую. На тебе вагончик. На нафиг. На тебе... Локомотивчик. Ну, не знаю, по-моему, возможно, тогда вагончик был лишним. Сейчас посмотрим. Желтый забрал. Не, в принципе, пока нормально. В принципе, пока нормально. Нам нужны, наверное, будут некие экспресс-веточки. Сейчас посмотрим, что нам будут предлагать в воскресенье. Уже четверг на улице. Я бы вот тут поверху сделал бы какую-нибудь экспресс-веточку. Какую-нибудь зелененькую или что-то такое. Ну, какую-то тут, такую, да тут. А, уникальная станция офигела. Ну, по крайней мере, она появилась на пересечении двух веток. Так что меня, в принципе, все устраивает. У нас пока две уникальных станции. Единственная, кто никуда не доезжает, это оранжевая. Потому что она внизу, она просто у нас довозит до вот этой нижней. Такая, а, ну и все, нафиг тебе. Угу. Ну, это разнообразность. Это разнообразность. Это хорошо и это правильно. Потому что и круглые, и треугольные, и все. Оно тут будет достаточно неплохо разбрасывать. Желтая, смотрите, у нас достаточно загруженная получается. В парочке станций, как минимум, возможно, как раз вагончик нам нужно будет на желтую перекинуть. Сейчас посмотрим. Как оно будет. Синяя у нас чрезмерно удлиненная, потому что как змейка, она еще петляет между разными станциями. Нагружать нам... Так, локомотив, да. Вагон возьму. Сорян, ребят. Нужна линия, но возьму вагон. Поставлю сюда двойную. На тебе вагончик. Тут много треугольных получается. Неплохо. Ладно, если что, поставлю сюда второй локомотив. Пока что... Пусть катается. У него нет там какого-то зверского запара пока что. С другой стороны. Сейчас посмотрим, если станции пойдут вниз или вверх. У меня есть одна идея. Я, может быть, оранжевую сейчас тоже перекину через... Нет, они вниз идут. Да, значит, оранжевый идет сюда. Идея отменяется. Нет, его, конечно, можно сделать по-другому. Конечно, можно сделать по-другому. Можно сделать вот так, вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Не-не-не, не транзитом. Ты сюда едешь. И запустить сюда второго локомоку. Круглое. Круглое это плохо. Круглое это плохо. Оно будет нам растягивать. Оно будет нам... Не то. Альто. Видите, он будет ехать назад. Ему придется все это забрать только с этой станции. Так. Ну, пять сотен мы уже раскидали. Что-то мне как-то вот в этой катке мне абсолютно все не нравится. Я не могу никак это объяснить. Но вот мне абсолютно все не нравится. Все, что здесь происходит. А вот прям... Фу. Я не хочу. Но, да. Локомотив и вагон опять же. Вроде пока даже пожары тушить не надо. Посмотрим, как оно получится. Я так понимаю, что здесь точка кипения тоже тысяча. Так что до тысячи, я думаю, мы доживем потом. Ну, чтобы не дожить до тысячи, это нужно, чтобы или Китай был, или чтобы очень неудачно были построены ветки. Мне кажется, что... Опять же, так что я верил, что мне все не нравится, но опять же, ветки, мне кажется, построены достаточно нормально. Куча треугольных станций. Просто валом треугольных станций. Давайте, может быть... Я вот сюда его тоже к квадрату подведу. Пока у меня есть тоннели, у меня еще их три штуки. Я не буду особо экономить. Знаете что? Вот так вот сделаем. И одного в противоположную сторону. Я хотел сделать оранжевую-то маленькую нижнюю ветку, а получилось, что у меня оранжевая самая большая кольцевая ветка, которая здесь есть. Давай тогда и вообще вот эту станцию прихватим, чтобы хоть как-то ее затаскивать. И сюда вот круглую станцию закинем. Блин, а проблема у нас как раз с синими, да? Потому что ему туда очень долго ехать. О, ну тут есть квадратная станция. И туда едет сейчас двойной. Хорошо, хорошо, следом за ним тоже. Короче, оно много накапливается, но мы сейчас их сможем раскидать оттуда, потому что... Блин, там треугольников много. Оно сейчас забьет треугольниками. Давай линию, наверное, потому что вот так вот сделаем. Звездочка! Так, дружище, на тебе вагон. Забирай всех по пути просто. Еще такую же, наверное, линию мне нужно внизу, если будет сейчас возможность. разгрузочную, потому что красная не справляется. Мне нужна просто одна разгрузочная линия внизу. Там вообще много треугольных станций, которые надо куда-то девать. Да ну нафига! Дружище, ты сюда едешь, не заморачивайся. Так, вот тебе твоя линия, она на здоровье. Красным придется точно огромный круг накидывать. Дайте, пожалуйста, сейчас линию, наверное. Мне кажется, это было бы оптимальным. Я бы ее пони запустил бы. О, уникальная станция, супер. Давай тоже сюда. Давай тоже сюда. И сразу пассажиров понасыпали, просто миллиард. Локомотив и линию. Да, спасибо. Вот так вот сделаем. Было бы оптимально на самом деле. Ну, у меня так не остается локомотивов лишних. То есть, я получаю локомотив, он моментально уходит просто на новую линию и все. Да, они оттуда забирают людей, но это не та скорость, с которой я хотел бы, чтобы они забирали людей. И сейчас сюда еще два человека добавятся, и все, эта станция опять начнет гореть. Уже 1100, кстати. Кто-то бы спросил, зачем ты ищешь свет в песне, да? Красных попробуем сюда подсоединить, чтобы они отсюда повывозили некоторых упырей квадратных, например. Да, эту станцию надо вытаскивать. А желтые помогут вот здесь вывезти. А вот этот может отсюда помочь вывезти. Слушайте, давайте, оно так и будет работать тогда. Синиму, получается, нужно очень много помощи, чтобы он хоть как-то вывозил. Значит, там треугольников поскидывает, заберет кружки и нормально будет. Так, зеленую сюда, на, держи. Вот, значит, треугольников скинет, и кружки заберет, и хорошо будет. И скинет их буквально через одну станцию, а тут он пройдет транзитом, потому что пусто. Хорошо. Синий справа, который, имею в виду, двойная локомотивочка с вагоном. Ну, работают, работают. Там у нас, опять же, четыре круглых станции с огромной нагрузкой, блин. Локомотив и вагон. И на голубую эту надо еще одну, во-первых, во-вторых, с вагончиком. Чтобы он их забирал оттуда. Треугольников, квадратов, всех оттуда тащи, нафиг. Блин. По зеленой у меня так и ездит один локомотив. Ну, ну, блин, это не серьезно. Полторы штуки. Нифига себе, у меня просто стоит такая бесхозная станция. Насколько я вначале провел весь мозг, что мне не нравится, как это все здесь выглядит, пока что это одна из моих самых удачных каток. Кажется. Карточный домик все шатается, вот-вот рухнет, но пока работает. Я не знаю, как это получается, что это за черная магия. Но пока что это работает. Хотя я сейчас накаркаю запросто и проиграю, но это же вообще как нафиг делать. О, треугольная станция. Это как раз то, что мне надо. Сбрасывать. Дампить пассажиров. Дамп them. А ты будешь, а ты будешь круглая. Ну, блин, ну почему ты круглая? Ну, станция, ну зачем ты круглая? Объясни мне. Еще одна круглая станция. Ну, зашибезно. Локомотив, да. Вакуум, да. Синий, да. Забирай их нафиг. И отсюда тоже заберите, от станции. Хорошо, вроде потушили пожар. Вот ты звездочку высадил, зачем? Потому что у синего нет перехода на звездочку, желтый будет забирать на звездочку. Хорошо, понял, давай. Еще. Блин, одна. Зараза, круглая станция. Ну, тогда тебе вот сюда вот через треугольник пойдешь. Через вот этот круг фиг с тобой захвати еще и эти станции с собой. Больше мне подкрепление поставить нечего. Красный, блин, здесь... Я не могу синие ветки ничего снять, потому что там трындец, и она тоже заполнена. Да, туда сейчас идет... Паровозик. Ну, блин, ладно, он квадратных заберет, я надеюсь, по крайней мере. Треугольников там впереди не будет. Ну, квадратных, по идее, должен забрать. С этой станции, с этой станции. Только квадратных забирай. Не забирай треугольников! Зачем? Тебе их некуда пихать! Ну, вот еще третья станция начала гореть. Может, он с тобой треугольников позабирал. Зачем тебе... А, ты хочешь их пересадить? Ты вообще дурак, что ли? Зачем? Я вот этого маневра не понял сейчас. Он взял, скинул просто всех треугольников. С какой-то такой магической целью. Локомотив, да, вагон, да, пожалуйста. Я на синюю уже ничего не могу поставить. Я могу поставить на красную. Туда, туда уже... Зачем ты туда? Сколько треугольников? Ты больной нафиг! Едь туда быстро! Он не доедет. Потому что он тут еще сейчас остановится и заберет их! Офигеть! Я вот этого маневра сейчас не понял, зачем он забрал, блин, два вагона треугольников, отвез их на эту станцию и просто их там бросил. А на обратном пути он их тоже ж не забрал, потому что ему было уже некуда. Надо, чтобы другие поезда разобрали. Так, блин, они тоже все... Почему нельзя выставить приоритетность? Ага! Ладно. Что у нас там по статистике? Ежедневные всего поездок. Так, это не та статистика, которую я хотел. Менюшка. И где мне посмотреть? Вот, здесь посмотреть. Ну же. Ну же. Топ-25! Я в топ-25. Две тысячи пассажиров. Короче, выше трех тысяч только у одного чувака. Все остальные в районе от двух тысяч до двух восемьсот. Прям приятно, прикольно. Спасибо. Ну, как бы, да, в этот раз прям пошло неплохо. Ладно, ребятушки, думаю, на этом тогда будем заканчивать. Вообще, пишите, что вы думаете, что могло, может быть, пойти лучше. Но, ладно, пока так, как есть. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладушек. Всем пати, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok